1 марта в администрации Каспийска встретили семью беженцев из Луганской народной республики. Екатерина Синельникова вместе с детьми была эвакуирована из города Стаханов 19 февраля. Семья поселилась у родных. Родители Екатерины приехали в Каспийск еще в 2014 году, во время первой волны восточного конфликта Украины. В ходе беседы с журналистами Екатерина рассказала о трудностях, с которыми столкнулись жители Луганской и Донецкой народных республик. Эти 8 лет у нас в ЛНР и ДНР не работали. Вначале очень тяжело было. Не работали ни магазины, никаких подставок не было. Люди путями находили лекарства, привозили, одежду привозили, воды не было месяцами. Хочется просто хотя бы даже для детей хорошей жизни. И ради этого, я думаю, готовы уже на все. Поэтому спасибо большое и президенту, что все-таки начали эту операцию. Я думаю, у нас все точно так же скажут, как и я. Оказать содействие и необходимую поддержку в адаптации семьи вызвалось руководство Каспийска. На встречу были приглашены представители отраслевых структур муниципалитета. В ближайшее время семья будет зарегистрирована по месту пребывания, получат соответствующие выплаты для беженцев и новые медицинские карточки. Необходимое содействие оказано и в вопросах поступления в образовательные учреждения. С завтрашнего дня Горде и Матвей начнут посещать местный детский сад. Без внимания не осталось и трудоустройства матери. В 2009 году Екатерина Синельникова окончила медицинский институт и более 12 лет проработала в сфере косметологии. Однако в Каспийске девушка уже заметила большую конкуренцию. Прямо на месте Екатерине предложили трудоустройство лаборантам в общеобразовательную школу. Кроме того, семью под свое попечение возьмет Каспийское управление социальной защиты населения. По завершению встречи детям вручили подарки. Им также будет оказана финансовая помощь в приобретении необходимой сезонной одежды. Конечно, в первую очередь это МКУ образования с целью решения вопросов определения в детский сад и в кружки дополнительного образования. Также были представители органов внутренних дел по регистрации в городском округе с целью того, чтобы в дальнейшем получить все услуги, предоставляя центрам социальной защиты, управление социальной занятости и предоставление всех положенных выплат, в том числе и заключение социального контракта. Мы готовы ее уже с завтрашнего дня определить детей в детский сад, ей предоставить рабочее место. Тем более, что вчера уже и сегодня с детской поликлиники прибывал детский терапевт, осмотрел детишек, заболевали нет, крепкий, здоровый, дай бог.